Миллиардный долг за тепло, отопительный сезон и нелегальные мигранты на территории региона. Эти темы стали ключевыми на заседании Межведомственного совета Курской области. Его провел губернатор Александр Михайлов. Юлия Комкина поделится подробностями. Сотрудники УФМС совместно с другими органами проверили свыше 5,5 тысяч объектов строительства, промышленности, сельского хозяйства. Как результат, более 4 тысяч нарушений со стороны гостей и тех, кто принимает на работу без документов. Благодаря операциям «Нелегал-2015» и «Нелегальные мигранты» виновные привлечены к административной ответственности. Это более 3 миллионов рублей штрафов. Тенденция 2014 года. 68% миграционного потока составляет граждане Украины. Но если брать разрез, откуда к нам прибывают, то это с 50 стран мира. Еще один острый, вернее горячий вопрос заседания – отопительный сезон. На подготовку к нему было потрачено более миллиарда рублей. Неделю назад потеплело в соцучреждениях. До 15 октября включительно во всех жилых домах батареи должны быть горячими. Однако некоторые все же мерзнут. Например, пациенты военного госпиталя. Губернатор предложил выйти на Министерство обороны, к которому относятся учреждения. На один день этот вопрос не решится. Давайте сами думать, что делать. Потому что госпиталь тут, те, кто там находится, они не виноваты. До конца недели, до пятницы, завтра все объекты будут включены. Тоже? 100%. Ну хорошо, тем не менее министру давайте мы его поставим в известность. Хватит им тоже там, а то они все заняты, и мы тоже с вами не меньше заняты. А надо же вопросы решать. Долг платежом красен. К сожалению, понимают это не все. Работа по сокращению задолженности ведется активная. В ближайшее время сумма должна значительно уменьшиться. Большая задолженность сегодня за тепло. Оно где-то в пределах миллиарда 100 миллионов рублей. Но на сегодняшний день мы проводим очень большую работу в муниципальном образовании в городе Курск. И где-то до 20 октября задолженность в объеме 850 миллионов будет по теплу завершена. Выручить эту сумму удалось благодаря продаже сетей Квадры. Также материалы по нескольким задолжавшим управляющим компаниям находятся в судах. Злостных нарушителей предлагают лишать лицензии. Юлия Комкина, Геннадий Воробьев, телеканал СЕИМ.